здравствуйте я расскажу вам об устройстве жалейки о том как на ней играть как и настраивать так далее основа звука жалейки вот вот эта штучка это называется пищик здесь такой вот язычок собственно вот вибрация этого язычка и составляет звук звучит сам по себе вот жалейка здесь одета такая капсула это во-первых она помогает играть стаккату можно играть и без нее на регатуре но что дает вот эта капсула это позволяет играть реверистые звуки можно играть без нее на регатуре больше этот пищик съемный вот он его можно менять и язычки тоже съемные и мало того они еще и подстраиваются вот здесь такая есть такие колечки если его поднять немножко вверх звук будет выше если опустить вниз ниже это влияет на весь струй то есть за этим надо как-то следить вот этот колпачок вот этот штучок или как его назвать капсула она также помогает защищать прость всяких неприятностей вот игровая трубка здесь 6 основных отверстий сейчас можно просверлить еще одну с этой стороны вообще как такового стандарта нет сколько игровых отверстий на жалейке изначально жалейка это была пастуший инструмент им хватало и пяти отверстий все остальные ноты игрались приемом который называется биск то есть вот как на вот этом язычке на этом пищике звук меняется точно так же можно играть вот просто со всеми открытыми отверстиями все закрытые отверстия дают в самый нижний тон все открытые высокие и потом еще можно немножко поднимать но это требует определенного навыка вот я к этой жалейке еще не привык поэтому я чисто не могу сыграть но опытные жалейщики играют но я пока не могу вот 6 этих основных отверстий это ноты от фа получается доме нижние вот здесь у меня еще настроечное отверстие потому что лучше всего это заготовка прозвучала кнутыми я решил сделать настроечное отверстие до ноты фа и подумал что можно совместить настроечное с водным тоном можно если аккуратно и и вот так вот не до конца закрывать можно получить чистую ноту дни но если закрыть немножко не до конца будет но там не можно конечно еще настроить можно здесь сделать дополнительное настроечное отверстие и тогда эта нота будет давать чистую ноту дни вот нижние ноты играются легко и собственно в чем сложность играть на жалейке не сложно просто быть сложность в том что играть ноты чисто нижние ноты они в основном как они настроены так они изучат а вот верхнее там уже нужно контролировать давление как я говорил что она вот на этом пищике на открытых отверстиях там звук очень сильно может колебаться вот сейчас я буду играть сверху вниз попробую это показать даже лучше вот то есть можно собирать и даже без без дополнительного отверстия можно ноту фа тоже собирать но ее нужно вот именно почувствовать это нужно хорошо ориентироваться можно играть интервалы например квинта вот и но нужно хорошо контролировать давление то есть вот это то а тот основной навык который от вас потребуется что еще вот это рог растут с ним звук становится более яркий такой более громкий он тоже съемный здесь намотаны нитки пащеные для того чтобы вот дерево она подвергается атмосферным явлениям и чтобы была как бы такая амортизация наматывают нитки если вдруг через какое-то время рог начнет болтаться можно будет взять просто кусочек нитки ее немножко смазать воском и намотать вот и все ну как настраивать сейчас я покажу вот на на этом и щеке очень просто вот вот такой звук я ее опускаю получаем звук низкий подымаю выше звук повышается и первую ноту нужно настраивать по тюнеру или по другому инструменту именно вот вот положением вот я здесь сделал два таких колечка одно колечко фиксирует вот эту пластинку постоянном положении а вот эта верхняя подстрочная ее можно регулировать чуть вверх чуть вниз но с этим очень аккуратно то есть буквально там какие-то десятки миллиметров уже могут повысить или понизить строй вот эти язычки можно подбирать индивидуально можно поставить мягкий или более жесткий мягкий язычок он как бы имеется недостаток в том что он не так хорошо держит строй как как более жесткий но она более жестко тяжелее играть то есть это такой индивидуально это все подбирается может быть все не сразу но желаю вам удачи в освоении этого инструмента здесь в принципе нет ничего сложного вот единственное что нужно с антонированием немножко позомневаться успехов